Тривая рунковая эспрессо в нашей студии уже есть. Автандил Гургенидзе, художник, монументалист, фотограф, гид по туризму. Мы рады приветствовать вас, рады приветствовать вас в Киеве. Скажите, вы уже не первый раз в Киеве. Как вам вообще наш город? Не первый раз город, как можно сказать, импонирует. Не возникло желания что-нибудь раскрасить? Такое желание есть с первого приезда. Уже выбрали какую-то станцию метро? У меня в голове есть две станции метро и так далее. У нас есть каталог таких пространств, которые можно разрисовать. Скажите, а вот Тбилисскую станцию метро разрисовать это была ваша инициатива? Или вас все-таки пригласили? Нет, это была моя инициатива. К сожалению, художники и люди такие. Нам надо пробиваться, потому что время такое, что не до арта. Правительство и все. Так что это была моя дипломная работа и я там пробивался. А как же управление метрополитеном? Чиновники тоже государство и правительство не против? Это было в 2003 году, еще во время позапрошлого правительства. Там бибиурократия хватало и всего. А я им так надоел просто, что они сказали, все, рисуй. А мне интересно, что самое необычное такое вы разрисовывали? Ну, станция метро это очень необычная, потому что это было дело принципа. Сделать диплом не на планшете, а именно в натуре. Еще такая необычная пьющая метеостанция в горах на 3750 метров. Это экстерьер, очень трудная работа. Как было работать в таких условиях? Ну, я с детства хожу в горах, так что условия там для меня более чем нормальные. Я там себя чувствую лучше, чем в больших городах, но все-таки работать там трудно. Еще один арт-объект, такой необычный, это самолет. Расскажите об этом немножечко. Ну да, вот я сейчас в Киеве планирую осуществить такой проект. На замете у нас Ан-24, который уже отлетал. Мы вчера общались с самолетом. Ну, мне уже руки чаще сейчас начать рисовать. По вашим расчетам, сколько будет продолжаться вот эта работа над самолетом? Я вообще рисую быстро. Ну, тут разные факторы. Погода, технические условия, которые я буду рисовать. Ну, как сказать, нормальные люди говорят, что месяц-два месяца. А я говорю, что за две недели сделаю. Ну, это на качество не отражается. Я просто... Подход к самолету будет такой же, как к муралат, как к стене. Ваши цвета, которые вы используете в картинах, очень такие яркие, насыщенные. Вы как-то заранее продумываете, какую цветовую палитру использовать? Или у вас уже это... Да, спонтанно. Вы знаете, как... Если по картинам судить, можно сказать, что вот он наивист. Но это не так. В том плане, что до того, как я нарисую картину, то идея, цвет, композиция прорабатывается в голове, может, месяцами, может, годами. Но чем быстрее оно рисуется, тем удобнее для меня. Потому что, когда ты воплощаешь что-то, это очень важно для художника. А бывает в голове, держишь проект годами, и оно и меняется, и преображается, так что... Вы не создаете ваших работ на заказ. То есть, покупают только, если и покупают, то покупают те, когда уже созданы. А почему? Ну, как на заказ. Вот, если вы закажете, допустим, что вот я хочу твою работу. Портрет. До такого размера. Я могу твой портрет нарисовать, но это не будет натуралитическим портретом. И я не уверен, что этот портрет поймешь правильно. Бывали такие истории. Но бывали истории, когда через какое-то время тот, чей портрет я рисовал, что подходил вот как в точку типа. Ну, по-разному, да. А вы не даете своим картинам название. Почему? В моей картине всегда есть конкретная история. И я всегда знаю, что рисую. Но, когда я рисую что-то, я не хочу сковывать название зрителя. Потому что, если я добиваюсь картиной того, что есть общение между зрителями картиной, это очень важно для меня. Вот, если у вас будет моя картина, допустим, месяц, будете смотреть, будете думать, что это какое-то другое ощущение, другое настроение, вы увидите еще что-то новое. И если этот процесс живой, тогда я считаю, что я достиг своей цели в этой картине. Я думаю, что самая интересная история, это про то, как создавалась выставка и проект ArtAvia. Это картины на авиационных и гигиенических пакетах. Меня больше всего интересует, не смущал ли вас размер вот этого? Он совсем небольшой. Не, размеры... Я в свое время в Германии три месяца на каком-то проекте был, и вообще не было никакого материала для рисования. Я там сделал проект на одноразовых салфетках. Они вообще малюсенькие, так что размер — это не помеха. Образ развивается вместе с размером. Допустим, на маленьком рисуешь одно, на большом — другое. Что касается ArtAvia, это был очень своеобразный проект, очень интересный для меня. При перелетах я обычно рисую на этих пакетиках. Когда уже накопилось несколько таких интересных работ, я подумал, почему бы это не превратится в проект. Но вы рисовали с расчетом на то, чтобы перенести это на более какие-то большие размеры или нет? Нет, нет. Все эти пакетики разрисованы вручную. Все это оригинал и меня для этого размера. Так что мы их рисовали потом в открытом виде в основное количество, а еще чуть-чуть в рамках, чтобы зритель мог видеть, как эта работа будет выглядеть в рамках. Интересная реакция соседей по самолету, которые вы спрашивали, а что вы рисуете? Что вы делаете? Да, и спрашивали. У некоторых людей есть такая картина, которая прямо рисуешь. А вы дарили, да? Приятно. Есть и сердец такие. Интересно. Вы еще бывали в Донецке, который вас вдохновил на создание тоже каких-то новых картин. Расскажите об этом. С Донецком вообще очень интересные ощущения. Ну, сначала семья из Донецка купила картину. Мы подружились. У меня появились идеи по Донецку. И когда я приезжал в этом городе, если так по гуглу я судил, да, по фоткам, я думал, что он что за город, промышленный город. А я приехал, и сам эта атмосфера людей, где я был, это очень важный момент. И сам город тоже очень, как правильно сказать, визуально подошел мне в том плане, что там можно многое сделать. Много работы. Много работы. Да. И картину я там нарисовал, две виски и сделал еще осенью. Есть какие-то проекты. Так что думаю, что будет возможность в Донецке что-то еще реализовать. Спасибо вам большое. Очень приятно было, интересно с вами поговорить. Побольше вам городов, где можно рисовать, разрисовывать и станциями, и зданиями. Давать новую жизнь каким-то уже неинтересным, возможно, устарелым предметам. Спасибо вам. Я надеюсь, что мои образы хорошо подействуют на тех людей, которые будут иметь визуальное соотношение. Спасибо большое. Ну а далее, как всегда, пробуем споведать от Ангелины Маняк.